Возвращаясь из Караты, небольшого городка на северо-востоке Таиланда, мы заехали на фабрику керамических изделий. Это достаточно известно для тайских дизайнеров и декораторов места. Именно здесь они приобретают и заказывают фонтаны и скульптуры, и различные традиционные малые архитектурные формы для садов и парков. В экспозиции приведены примеры удачного сочетания воды и глины, камня и дерева. Особенно много оригинальных фонтанов. Большинство скульптур имеют непосредственное отношение к тайской культуре, повторяют фигуры из древних рамок. Все они органично вписываются в местные сады, хорошо сочетаясь с экзотическими растениями. Мы даже встретили знакомую лягушку-фонтан из тех красавиц, что окружали бассейн нашего отеля в джунглях на западе королевства. С первых шагов по этой выставке народного творчества захотелось купить почти все. Казалось бы, столько необходимых и милых вещичек можно увезти отсюда в качестве сувениров и установить в своем саду на память о Таиланде. Но трезво рассуждая, это было абсолютно нереально. Во-первых, все эти занятные произведения искусства на самом деле просто неприподъемные и одновременно очень хрупкие. А во-вторых, тайские деньги у нас давно закончились, и поменять доллары в этом совершенно нетуристическом районе Таиланда было невозможно. Это и стало главным спасением от соблазнов и в то же время увеличило мою коллекцию некупленных за рубежом вещиц. Очень запомнились огромные наборные панели, целые стены, повторяющие сцены из мифологии, и удивительные глиняные картины. В то же время здесь можно было найти немало миниатюр, разных вазочек и других чудесных сувениров, которые мы больше не встречали нигде в Таиланде. Что касается остального, оставалось можно наслаждаться, внимательно все разглядывать и снимать на память, надеясь, что в перспективе это кому-нибудь пригодится для декорирования дачи или зимнего сада. Субтитры создавал DimaTorzok